На канале «Россия-1» вышел документальный фильм «Душ», приуроченный к 70-летию Нюрнбергского процесса. С нами на связи из Москвы его автор, известный телеведущий и историк Николай Сванидзе. Здравствуйте, Николай Карлович! Здравствуйте! Николай Карлович, первый вопрос. Почему вдруг именно сейчас вы решили обратиться к этой теме? Ну, понятно, что дата, но тем не менее тема достаточно исчерпана, описана за последние годы. Знаете, это не та тема, которую можно закрыть, к сожалению. Хотелось бы, чтобы ее можно было закрыть, но боюсь, что это в принципе маловероятно. Есть такие темы, которые не закрываются даже столетиями. Это связано не только с теми ужасами, которые происходили во время Второй мировой войны, и в частности, происходили по отношению к еврейскому народу, я имею в виду катастрофу, холокост, я имею в виду и все эти многочисленные страшные по масштабу смерти, которые происходили и за пределами гитлеровских концлагерей, вообще все, что связано с нацизмом, с происхождением нацизма, с реалиями нацизма, это все тема неисчерпаемая. Поэтому мы начали этой темой заниматься достаточно давно. Мы ее в какой-то мере брали и в исторических хрониках, хотя исторические хроники были посвящены истории исключительно нашей страны, но тем не менее. Потом была годовщина, юбилейная годовщина Победы, и это тоже послужило для нас дополнительным стимулом для разработки этой темы. И вот сейчас фильм показывают к Нюрнбергу, к годовщине Нюрнберга, но на самом деле его можно показать в любой момент и в любой день. На мой взгляд, эта тема всегда актуальна. Скажите, пожалуйста, в вашем фильме много внимания уделяется ужасу концлагерей. Это что, напоминание, предупреждение? Ну, фильм посвящен этой теме, прежде всего. Это и напоминание, и предупреждение. Это просто показ, прежде всего, гражданам России, того, что такое было. Молодое поколение не очень понимает, да и старшее не всегда дает себя в этом отчет. Вообще люди, как правило, не склонны думать об ужасах. А здесь мы поставили перед собой задачу не напугать людей, а просто достаточно спокойно, без истерики, без нажима, без даже какого-то избыточного пафоса, рассказать им о том, что такое были гитлеровские концлагеря, именно лагеря смерти. Что такое машина смерти? Откуда они взялись? И была еще сверхзадача, конечно, показать корни этого режима человека ненавистнического. Потому что он, с одной стороны, принадлежит истории, осужден Мюрненбергом. С другой стороны, никаких гарантий от того, что он может повториться, не существует. Причем повториться вовсе не обязательно в Германии. И даже, скорее всего, не в Германии. Поэтому, на мой взгляд, эта тема актуальна всегда. Сейчас модно к месту, собственно говоря, и не к месту, иллюстрировать современные проблемы историческими примерами. Вспоминают, когда говорят о современных событиях, пакт Молотова-Риббентропа, вспоминают Мюнхенский сговор. И даже сейчас, когда говорят о проблеме ИГИЛа, исламского государства, сравнивают его с нацизмом. На ваш взгляд, как историка, насколько корректны подобные сравнения? Вы знаете, но они не вполне корректны, потому что вообще, в принципе, есть соблазн все сравнивать со всем. Когда человек плохой, его сразу модно называть, скажем, фашистом. Просто потому, что он высказывает мнение, не соответствующее твоему собственному. Но это, конечно, не так. Но дело в том, что по каким-то показателям, а именно по уровню человека ненавистничества, по отношению к чужой жизни, оценке чужой жизни как совершенно нулевой ценности, вот в этом плане можно, наверное, ИГИЛ сравнить с нацистским государством. Вообще все организации, все структуры, в том числе государственные структуры, для которых человеческая жизнь копейка или просто ничто, они подлежат сравнению с нацистским государством. Подлежит сравнению с нацистским государством и Сталинский Советский Союз в этом смысле. Абсолютно. Это не значит, что они полностью идентичны. Совсем нет. Но вот именно по этому ценностному критерию, главному по отношению к человеческой жизни, сопоставимо. Еще один вопрос, от которого трудно убежать, тем более, что раз мы заговорили об ИГИЛ. Сейчас, после трагедии над Синаем, когда был теракт с российским самолетом, после теракта в Париже, раздается очень много призывов, в том числе и из России, объединить все усилия и вот так вот, ну скажем так, навалиться всем миром на террор. Но в то же время, вот замминистра иностранных дел России, господин Богданов, заявил, что Хамас и Хизбалла не будут признаны в России террористическими организациями. В то же время, допустим, в Израиле эти организации вне закона. Да и не только в Израиле, во многих западных и европейских государствах. Так что, у каждого будет свой террорист? Как же тогда объединяться? Ну, объединение мешает не только этот фактор. Вообще, все разговоры о том, что все должны взяться за руки и общими усилиями ударить по мировому терроризму, они, по сути, свои правильные. Но черт в деталях. И это маловероятно, потому что, когда доходит до реальных пунктов объединения, выясняется, что больше различий, чем объединяющих факторов. Потому что объединяет только отношение к ИГИЛ. Да. ИГИЛ все признают врагом рода человеческого. А когда доходит до того, как объединяться, выясняется, что для этого одним дорог президент Башар Ассад, а другие, наоборот, совершенно не видят себя в одном ряду с ним. И это уже разделительная черта. Другое соображение, то, о котором вы говорите. Я, совершенно честно говоря, не понимаю логики господина Богданова. Я знаю это его высказывание. Он там сказал, что Хамас и Хизбала не будут признаны или не признаются нами террористическими организациями, потому что они не совершали терактов на территории России. ИГИЛ пока не совершал терактов на территории России до сих пор. Хотя теракт в отношении самолета. Самолет это тоже, в общем, российская территория. Так или иначе, логика господина Богданова мне непонятна. Но, я думаю, она вполне себе искусственна. Но, тем не менее, факт остается фактом. Хамас и Хизбала действительно не признаются официально Россией террористическими государствами. Я думаю, что сейчас по целому ряду достаточно серьезных, хотя и локальных, по сравнению с главной целью борьбы с мировым терроризмом. Но серьезных причин объединение в единый фронт, к сожалению, произойти не может в борьбе с ИГИЛ. Спасибо. Последний вопрос. Мне просто интересно, не могу не задать его. Ваше название фильма «Душ». О чем оно говорит? Откуда оно взялось? Ну, когда вы посмотрите фильм, вы увидите, откуда оно взялось. Людей ведь водили в баню, людей вели в душ, а на самом деле их вели на смерть. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, по-видимому, как я думаю, здесь есть некий такой образ, потому что вот это опасность нацизма. Она не всегда может быть вовремя понята, не всегда ее можно вовремя разглядеть. И вот так же, как людей обманывали, ведя их вроде как помыться, а на самом деле на убой, точно так же и нацизм может обманывать целые народы, целые страны. И иногда трудно до самого последнего момента разгадать, под какой личиной он прячется. Ясно. Большое спасибо за этот разговор, Николай Карлович, всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!